ну что же снова здравствуйте мои любители энтомологисты как это ни странно но это снова я мое имя виктор и сегодня у нас очень необычный день точнее у меня в лице мастерской скала а все потому что я получил одну из самых необычных посылок из индонезии от моих друзей и партнеров это целая 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 горсть насекомых бабочки мотыльки самые необычные красивые не знаю как их называть шмели что ли это просто не знаю только лабрадорит наверно может с такими сравниться и конечно же тоже бабочки сияющие как лабрадорит сразу хочу предостеречь защитников насекомых я сам не любитель этой тематики я сам был ее сторонником есть вот стрихозы сторонником отрицательном смысле конечно почему да потому что ради того чтобы спасти насекомых нашей стране как говорится хоть как-то хоть какую-то лепту внести я сделал восковые формы и занимался именно воскованием морских коньков то есть копиями так называемые восковыми копиям морских коньков жуков насекомых бабочек и так далее это все думаю вы все знаете кто не первый год наблюдает за нами но в данном случае когда узнал что в индонезии вот вся вот эта вот прелесть назовем ее так это просто ну наверное как вредный но не то что вредный наверное как для нас это будет овод или на тот нам обычно в дом летать о воды пчелы я веду какие-то там вот шершни мухи которые залетают в дом просто-напросто и начинают досаждать людям то есть они этим занимаются досаждают а потом просто-напросто либо умирают ну либо попадаются в ловушки людские вот в индонезии как выяснилось что вся вот эта красота это тоже назовем их так домашние насекомые мешающий покою обитателей они залетают в дом и там конечно же умирают как бы это прискорбно не звучало вот поэтому и было принято решение как индонезийцами что отправить это мне для работы так в общем то ну и я решился скажем так потому что такая красота у них это все выбрасывается на мусор прямо на совки загребаются и выкидывают а здесь я думаю это сможет сыграть какую-то роль в плане декора гайванопластики украшения и так далее сразу прошу выключить канал переключить канал и просто закрыть этот ролик те кто действительно сейчас думать что это жестоко жалко и так далее мне было бы тоже жалко ловить принципиально убивать и так далее в свое время мне было противно работать но скажу по факту я очень увлекался в начальной школе до восьмого класса биологии частности энтомологии то есть и у меня были высшие оценки принципе на весь наш 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 район и удавалось просто-напросто не насмерть конечно но поймать таких насекомых которые просто напросто находились красные книги и фиксировать этот результат как говорится и получать высокие оценки поэтому занимался я этим тоже у меня конечно же была коллекция своими руками как говорится собранная но потом мне это все вот как-то стало в общем изменились мои взгляды позиции и так далее но сейчас такое время что меняются моды меняются стиле предпочтения желания и знаю что многие назовем их так конкуренты мастера тоже кто занимается гальванопластикой как таковой они как раз таки ну не брезгуют пойти поймать стрекозу бабочку и так далее и сделать из нее украшения либо в другом случае точно так же просто-напросто подобрать отживший свой срок насекомое поэтому я здесь тоже подумал так почему бы и нет если у людей это все обычное дело это все выбрасывается в мусорку почему я не могу просто взять это и воспользоваться таким шансом поработать с чем-то новым поэтому вот сейчас я в общем-то готовлюсь морально настраивать потому что работа будет очень тонкая я даже вот достал специальные пинцеты которыми сто лет не пользовался очень тонкие очень чувствительные этого вообще пинцеты в общем косметические но в моем случае вот они используются для таких тонких работ поэтому планирую сделать большую коллекцию украшений может быть даже сувениров посмотрим как это все дело пойдет поэтому это наверное будет первой частью ролика пять минут но все же наговорил приступаю всем пока спасибо за внимание удачи ну что ж это небольшой вторая часть небольшая ролика продолжение так сказать первого сейчас произошел такой суровый тест аэрографа того самого аэрографа который я показал в предыдущем ролике и это те самые насекомые с индонезии вот они уже зафиксированы придана поза так скажем и они все покрыты специальным на этот раз лаком который можно сказать превращает данном случае материал природный в фактически поверхностью становится пластиковый грубо говоря так что в дальнейшем помогает просто-напросто обрабатывать уже только проводящими составами здесь много всего половина это просто у меня было такое вдохновение что я даже не хочу показывать увидите после но это будет новая коллекция поэтому пока это просто ну скажем так силуэты для вас а для меня это уже просто объекты объекты вожделения я скажу так потому что эти работы я обожаю я просто вкладываю туда все что можно только вложить для меня они особые ну ладно эта философия все если ты даже протестировал веточки про лакировал и собственно что хочу сказать вот на весь этот массив тут наверно около 40 позиций включая композиции мух вот заряд еще даже остался у аэрографа поэтому могу смело сказать что на данный момент он меня устраивает единственно что я его чуть-чуть не потерял это залил уже лак надо было кэш предварительно проверить сглупил а он не работает видимо с предыдущего лака чуть-чуть я плохо промыл и он как бы склеился пришлось заново в ноль все разбирать заново все чистить и после этого как по маслу поэтому в общем то вот и кстати вот как я говорил тоже опять же предыдущем ролике что я вот этот вот корпус бывший lightbox использую ныне под как его назовем color box или глэсинг бокс наверно что то такое вот ну и соответственно вот он теперь выполняет такие функции вытяжка нужно однозначно потому что я сглупил сделал это в помещении в доме и сейчас просто-напросто все в смоке вот как то так поэтому дальше уже будет обработка токопроводящим составом и меднение гармоническое меднение куда же без него поэтому всем добра и всем пока удачи ну вот собственно говоря вот такие вот красавцы у нас получается тут еще партийка подоспела это конечно же все так же первичный слой и он очень точный например вот бабочка тут даже усики удалось сохранить но это наверное не навсегда скорее всего придется их ликвидировать в процессе с последующей уже обработки скажем так или например вот такой вот экземплярчик очень крупный но это наверно будет скорее всего какое-то колье шикардосная прошу прощения за мой русский вот такая вот красота все точно сохраняется даже вот ну каждая вот волосинка причем подчеркиваю это пока еще пока еще не метахром пока еще не скажем так хромирование так называемая пока я к этому стремлюсь вот эту бабочку поставим всякий случай этого стрекозла тоже она стараюсь их немножко но не травмировать сейчас они на просушку меня вот такие вот ребятки индонезийские шмели такие вот гиганты а у них это как вредные домашние животные назовем так в том плане что они залетают домой к ним в дом и через некоторое время умирают там потому что не могут вылететь обратно в то же время там очень много ящериц которые вот просто ну по ночам вот такие звуки страшные издают эти ящерицы они прямо облюбляет все окно с наружной стороны а днем выходят на охоту грубо говоря и они вот этих вот что стрекоз что бабочек в два счета хам хам и все и нету съедают вообще очень быстро буквально на ходу то есть примеру вот мне коллега партнер наш рассказывал что говорит вижу залетела бабочка большая думаю все наверно сейчас помрет уже говорит упала от жары или как я даже не понимаю как это происходит а знаю что бабочки по две недели живут то ли они прилетают в этот вот кухню у них умирать то ли что с какой целью непонятно но они залетают падают и лежат как бы в полу дремя в таком могут пока бегал суетился искать банку там куда тебе положить все прихожу говорит бабочки нету крыло одно крыло лежит от себя в бабочки то есть это говорит о том что ящерица просто в наглую зашла схавала бабочку и ушла все вот так вот вот такой вот гиганту просто вот покрытие тонкошерстая воистину во всех смыслах этого слова абсолютно все видно красавцы у нас такой красоты нету бабочка тоже каждая тачиночка ножки как ни странно внутри в такой позе она видимо умерла но как будто летит у меня уже есть идея как это применить ну вот в общем то чтобы как говорится защитника животных сильно не травмировать этих складываем сюда вместе тоже на просушку дополнительную просушку у меня тоже свой способ есть как это все сушить и не придется выжигать насекомое как таковое у меня в процессе моей химической обработки ну в общем то там насекомого тоже не остается учитывая столько этапов всего этого дела через какие этапы все это проходит поэтому вот а касательно листьев для этого никогда не делал выжигать что-то еще о чем-то там как многие делают потому что иначе какой смысл заявлять о природе какой-то там магичности если у тебя внутри говорится твоего украшения изделия ничего не остается не листа не частички природу смысл я не вижу тогда проще снимать копию с листа это даже проще дешевле и многоразовее как это делали как говорится наши прадеды в том плане что тот же допустим одноралов там прекрасно описана технология как это делать восковой слепок на него пропечатываем лист фактурную сторону и медним и пожалуйста вот он пардон хотел сматериться огромная куча листьев вот и все ну ладно это все лирика в любом случае поэтому вот это второй этап наверно даже на этой неделе я уже перед ногу нам в аккурат закончу вот этих насекомых скажем так сохранять и будет самая классная на мой взгляд коллекция назову ее ханейс то есть мед медовая здесь будет просто ну бомбически не знаю вот я на нее уже вот сколько ночей не сплю потратил много средств времени нервов точно так сочихнуло правду говорю это будет самая классная моя любимая коллекция может быть даже она попадет в этот ролик поэтому ждите дерзайте и не ругайте до встречи ну что же и после завершения всех работ всех операций манипуляции с этими насекомыми вот что мы имеем огромное количество стрекоз как их называют за рубежом dragonfly самых различных позах самок со различных положениях что дает больше реализма нет вот этой вот искусственной вычурности сейчас многие печатают их на принтерах многих там зажимают между книжками но это скучно это так как однообразно что просто пропадает всякий интерес и всякий смысл к этому поэтому в данном случае спасибо большое и моим индонезийским друзьям партнером что они вот не поленились собрать это все земли как говорится что валяется и просто выслать сюда потому что я повторяюсь и в очередной раз что это все в случае с индонезии это мусор просто наземный мусор называется они это загребают носовочек и в мусорку потому что залетает куча этих стрекоз повторяюсь опять прямо в дом прямо на кухню бьются об окна падают умирают ящерицы подъедают и так далее так далее так далее так далее вот поэтому получилось вот такая вот обширная коллекция вот этот красавец вообще наверное все таки я упущу не на украшение а он пойдет на интерьерный предмет возможно даже светильник потому что ну он очень большой очень роскошно не представляю сколько должно будет стоить колье с таким стрекозликом скажем так вот дальше конечно же идут бабочки не менее интересные шмели их не меня очень поразили они очень большие очень огромные просто мясистые прямо и поэтому тут ну явно композиционной работы однозначно только композиция с ними не иначе бабочка эту бабушку я пока приберегу может у кого-то из вас появится идея кто из нее сделать какой сувенир вы хотите кольешку на чокере на бусах может браслет может даже кольцо в конце концов поможет моносерьгу вот такие бабочки сложные но их наверно по классике они скорее всего будут с серьгами как обычно вот значит вот этих стрекоз вот с загнутыми клейми вниз как будто бы летят я пущу на подвижные серьги это я предложил еще индонезийцам что как вы на это смотрите они их уже заказали вот безголовых бабочек тоже можно на кольца пускать допустим почему нет но шмели конечно это да то просто ну у нас таких нету и тоже что характерно я так и не понял чем они у них там пытают питаются в индонезии но они точно так же залетают в открытые двери на кухню почему-то начинают там биться и все с концами что называется как бы это не прискорбно звучало это вообще непонятный мутант они сами не знают что это такое прилетело об лапка отпала пардон но это как я говорю первичная медь поэтому не пугайтесь это первичная медь то есть первичный слой только для того чтобы поддерживать форму я уже давно зашел до этого метода не первый год для меня это более приемлемо в тех условиях которых я все это вот храню скажем так и теми приборами которыми я это все прогреваю скажем тоже так вот поэтому вполне вполне такие методы можно сохранять любое ну как назовем природный предмет скажем так вот в общем то что хотела сказать ну и заключение в общем то можно говорить показывать бесконечно наверное следующая часть ролика как раз будет посвящена уже готовым на финише работам что из всего этого в итоге получилось ну естественно я жду ваших как говорится комментариев может кто-то поругает может кто-то что-то пожелает а может кто-то просто напросто захочет заказать непосредственно для себя как видите стрекоз море то есть можно в общем мастерская скала открыта для заказов поэтому кто во что гораздо кому что интересно заказывайте вот я уже начал делать композиции работы это вот комбинационная работа она сделана ну просто напросто скажем из отходов это было гортензия это был сломанная стрекоза и веточка и они все пошли фарт объект вот так вот поэтому всем добра пишите пока пока ставьте лайки